Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем нашу любимую карьеру на карте Свапа Агра. И сегодня, друзья, у нас финал второго сезона. В прошлой серии, друзья, мы построили сахарный завод, купили птицеферму и купили теплички, там где ягодки у нас делаются. Но этим всем мы в этой карьере заниматься уже не будем. Следующая серия будет уже по 19 ферме. Но чтобы как-то это более-менее красиво закончить, мы сегодня продадим все, что у нас есть. Я, друзья, настолько сильно упоролся, я, наверное, дня 4 вечерами готовил все это дело. И сегодня у меня выходной, я прям вот встал и вот все это делал. И сейчас вот вечер я только закончил, и то сделал не все, что хотел. Так что, друзья, мы сегодня все продадим. Ну, а в конце уже по традиции, скажем так, будет небольшой парад техники, в принципе, заценили в первом сезоне, в последней серии эту тему. И я подумал, что почему бы не сделать еще раз. Плюс, друзья, что я сделал за кадром? Все, что можно было переработать в очищенное зерно на сепараторе, то есть пшеницу, рожь, овес, я, в общем-то, все это переработал в очищенное зерно, поэтому оно будет немножко дороже. Сечку, траву и сено я полностью переработал в силос, и весь силос я переработал в биогаз. Все, что можно было переработать в компост, я переработал в компост. Весь дегистат, который получился с производства силоса и биогаза, я переделал в жидкие удобрения, удобрения, и тоже компост там был на выходе, чтобы все это подороже продавать. Остатки силоса я хотел переделать в цемент, я довольно много сделал, но честно я задолбался. У нас сейчас на балансе небольшой минус, все из-за промотки времени, обслуживания техники и так далее. Если верить вот этим показателям, то я промотал примерно дней 200-220 может быть, где-то так, пока перерабатывался цемент, точнее силос в цемент, точнее биогаз в цемент позже. Так что у нас очень большое количество, да, немножко читерских модов пришлось подключить, то есть большая бочка для жидкости, большой прицеп, гигантский прицеп, прям вообще гигантский, с таким неинтересно играть даже. Но это только для облегчения моей работы здесь и для того, чтобы это все продавать и цена не проседала. Вот, так что мы сейчас продаем все это дело, все наше добро, потом парадик, продаем нахрен всю технику и продаем поля. И, соответственно, прощаемся на этом с 17 фермой, точнее с этой картой на 17 ферме. Ну и дальше, добро пожаловать в девятнашку. В общем-то, друзья, давайте начинать. Уважаемые солидные, извини, пожалуйста, приветствую с самыми наилучшими пожеланиями. С просьбой хочу обратиться небольшой, чисто по человеку, вот сейчас для проведения культурного мероприятия в коллективе с участием ДАМ. В общей сложности не хватает всего 37 рублей. Не такие деньги, чтобы я мог разбогатеть, но в данный момент они необходимы для всего веселого и дружного коллектива. Спасай положение. Дружище, ты, конечно, извини, но у меня на балансе минус 13 миллионов, поэтому нету 37 рублей. В общем-то, друзья, я свез вот к этому универсам, потому что ближе всего было все сыпучее, то, что у нас было на складе, то, что можно продавать. Плюс сюда же я отвез молочко, но как только я сюда поставил эту бочечку свою маленькую, тут такую, она, кстати, на 10 миллионов литров, если что, молоко сразу же испарилось. В общем-то, 400 тысяч или там 600 на этом получилось, но так бы. В общем-то, давайте, друзья, сейчас по-быстрому все эти прицепы сюда вот и продадим. Прицепы, кстати, тоже такие немаленькие. Вы не смотрите на его размер, вместимость у него-то 100 миллионов. Так что, в общем-то, давайте все это дело сюда продадим. Они даже кажутся пустыми, просто как я их на сотку сделал, сначала они на 10 были, но цемента оказалось чуть больше, поэтому, в общем-то, ладно. Хмеля у нас 600 тысяч, из него, в принципе, нечего было делать, поэтому здесь не покупают, как я так, вот это да. Ладно, соответственно, 900 экономил здесь. Почему? Я же смотрел, чтобы сюда это все дело продать. Твою мать, реально они универсами не продаются, а что я их сюда привез-то? Ну ладно, повезли тогда на мельницу, то, что рядом продается. Я не знаю, как я так прокололся. Я почему-то был уверен прям. Я даже смотрел, здесь все это продавалось. Ну ладно. Тогда, друзья, продаем все это дело на мельницу, которая рядом у нас находится. 800 косарей за канолку. Сейчас мы из минуса потиху начнем выбираться, вы тут не переживайте. Далее морковь, которую все-таки можно здесь продать. Соответственно, 800 кубов и 500 косарей. Как-то, да, не густо, не шибко дорого. Следом идет у нас лучок, который тоже можно здесь сбагрить. А ну-ка, давай-ка, друг. 700 косарей, неплохо. Хмель попробуем запихнуть на мельницу. И эти 600 кубов улетают за 700 тысяч. И смотрите-ка, 3 миллиончика уже потиху отбили. Кукурузки у нас довольно немного. Около 600 кубов. Она тоже не шибко дорогая. 300 тысяч еще в копилочку. Далее лаванда. Одна из самых дорогих культур. 800 кубов у нас практически есть. И 700 как-то маловато. Горчицу, кстати, можно продать и здесь. Тоже ее не шибко много. И 300 тысяч всего нам прилетает. Далее 450 кубов подсолнечника. Зато у нас, кстати, подсолнечного масла до хрена. 500 тысяч. Подсолнечник дороже лаванды получается. Ну ладно. Далее соевые бобы. Их вообще у нас мало осталось. Я не помню, на что мы их тратили. Но да. 230 тысяч. Я не знаю, зачем они нам нужны. Хотя вообще нужны. А вот лен здесь вообще не продается рядом нигде. Поэтому повезем его в другое место. Ну вот есть у нас какой-то элеватор в деревне. Или, короче, какая-то такая хреновина, где покупают у нас все-таки здесь лен. Мы его сюда продаем. И 998 косарей. Добро пожаловать к нам в копилку. Далее, друзья, у нас есть прицеп с топливом. 2 миллиона 252 тысячи литров топлива мы успели сделать за все это время. Я больше уже не делал. Последний раз, когда мы забили нефтяные вышки биогазом, я после этого туда ничего не возил. Потому что очень долго там все это дело перерабатывается. И на НПЗ тоже очень долго топливо перерабатывается. Соответственно, продаем эти 2 миллиона литров топлива. И 2 миллиона рублей мы за эту бочку получаем. Хорошо. Далее мы переносимся на другую заправку. Здесь у нас стоит бочка с биодизелем. Биогазом, точнее. Здесь у нас 8 миллионов 600 тысяч литров. Это, кстати, не все. То, что не переработано в цемент, еще на другой заправке стоит около, соответственно, цементного завода. А здесь просто ближе к биогазу было, поэтому я сюда ее пригнал. В общем-то, эти 8,5 миллионов литров мы тоже продаем и, походу, выходим в плюс. 6 миллионов мы получили. Да, так себе цена, на самом деле, можно было подороже продать. Ну, ребята, вы же понимаете, что я, в принципе, упоролся. Действительно очень дико и бесполезным занятием просто 4 дня провел. Но еще париться искать самую высокую цену, где бы то ни было, мне было откровенно впадло. Далее у нас стоит бочка с мазутом, который у нас остался от переработки нефти на топливо. Тут миллион литров и где-то здесь его можно продать, на теплоцентрале. Только вопрос, где? Я думаю, вот здесь. Да, сюда щепа продается и мазут, и трапапам, еще миллиончик в копилку. Далее у нас тут припаркован еще трактор, который я приготовил с чистым зерном. Получилось не очень много чистого зерна, миллион двести пятьдесят тысяч литров всего. Ну, да, я понимаю, что это как бы много, но в наших-то масштабах это такое себе. И, в общем-то, за два миллиона это все дело у нас уходит. Но сейчас, друзья, самое веселое, это продажа поддонов. Соответственно, что у нас есть? У нас есть дохренища муки, прям вот реально ее дохренища. Есть чуть-чуть лавандового масла, там еще на заводе осталось две коробки, но мне впадло было их сюда везти. Есть просто капец как дохрена растительного масла. Мне кажется, я только час буду продавать эти гребаные коробки. А еще здесь стоит трактор с отрубями, по-моему, да? Да, у нас есть еще миллион литров отрубей, так что давайте-ка начнем с них. Хоп, да, отруби у нас копейки стоят. Трактор надо куда-то выкинуть подальше, чтобы он не мешал здесь ездить. Ну и, в общем-то, начинаем веселиться. Я понимаю, что лавандовое масло самое вроде как дорогое, но его здесь самое мало, поэтому начнем с него. Сколько стоит мука, я даже, кстати, понятия не имею, нигде не написано. Я не нашел цену, думал, она вообще не продается, но случайно продал один поддон. И, оказывается, он продается здесь, и это логично, в принципе. В общем-то, давайте продавать лавандовое масло, и там уже посмотрим. Ну что, почти миллион. Неплохо. Лавандовое масло это тема. Эфирное масло, точнее. В общем-то, ладно, давайте дальше тогда продадим всю муку. Блин, это 5 минут, даже больше продавалось, 2 прицепа. А тут больше, чем 2 прицепа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 740 косарей. Вот так вот. Ну, я, честно говоря, уже задолбался смотреть на то, как они исчезают, а нас ждет еще здесь дохренище масло, и вообще еще много чего. Ну, ладно, никуда не денемся, надо все это делать. Так что погнали продавать гребанное масло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем-то, друзья, у нас продалось все это дело подсолнечное масло. Тут еще дальше продаются у нас ягодки и фрукты. Их тут очень мало было, поэтому я их, в принципе, сразу запихал сюда. И у нас осталось еще из поддонов того, что есть. Это сами поддоны. До хренища вон лежит картона, и слева еще до хренища бруса лежит. И, в общем-то, друзья, в принципе, бесконечно можно смотреть на три вещи, как горит огонь, как течет вода, и как продаются эти гребаные поддоны на таймлапсе. Но, друзья, я это вырежу, все нахрен. Уж извините, не буду вас, в общем-то, мурыжить этим всем одним и тем же. Ну что, друзья, разобрались мы с поддонами. Сразу совет на будущее всем. На продажу в промышленных масштабах. Брус, поддон и картон никогда не готовьте. Гребаный брус, сколько я его возил на склад, как я его пытался забрать с этого гребаного склада, как у меня FPS проседал из-за этого. Сколько я его возил на продажу, сколько я его продавал по времени, это все ради 100 тысяч. Поддоны еще меньше, но они хотя бы не так геморройно хранятся. В общем-то, сейчас мы находимся в садовом центре. Здесь у нас стоит три прицепчика. В одном жидкие удобрения, компост и обычное удобрение, в общем-то. И там, вон, около продавца животных, еще стоит прицеп с семенами. Там их немного, но, в общем-то, я случайно сюда забрался. В общем-то, грузовик я сбросил, а прицеп отсюда достать возможности никакой нет. В общем-то, сейчас немножко пойдет все повеселее, хотя из поддонов еще кирпидоны у нас остались. Давайте сейчас продадим все вот это вот барахло. Оно-то нам денег принесет. Тут 5 миллионов жидких удобрений, они, кстати, дорогие. 11 тысяч. Здрасте, еще раз. Вот это, я понимаю, нормальный доход. Далее, друзья, идут обычные удобрения, сухие. Если можно так выразиться. Соответственно, 2700 у нас их есть. И пропапам, 4 миллиона еще. 4,5 сверху в копилочку. И компостик у нас остался. Его почти 10 лямов насобиралось. Тоже хорошее дело. Еще почти 12 лямов. Е-мое, мне не нравятся эти масштабы. Далее, около заправочки, у нас припаркован еще один прицепчик с биогазом. Или, да, биогаз у нас на этой карте. Я немножко путаюсь с регионом 18. Сейчас опять начали там играть. Соответственно, его мы тоже продаем. И вуаля, еще 6 миллионов. Почти что. Ну и остается, друзья, самое веселое. Около стройки у нас песок, гравий, цемент и бетон. Ну и бетонные блоки. Блин, запарило меня уже поддоны продавать. Ну ладно, надо продать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, зашибись. И, в общем-то, 116 тысяч к нам привалило. Ну, мало, конечно, но ладно. Вообще, сейчас цена на стройке очень маленькая на все, кроме бетона. Бетон самая высокая цена. Цемент. Блин, обидно, конечно. Хотелось бы его по 1500 каких-нибудь продать. Его много. Ну ладно, уже не будем мы ничем заниматься. Соответственно, гравий. 6 миллионов у нас его накопилось. Так что продаем. И 800 косарей за это мы получили. Боже, я раньше гравий продавал маленькими прицепами. Возил по курсплею. Какой ужас. Далее, песочек у нас. Абсолютно такое же количество, в принципе. Так что... И еще миллиончик нам привалил. Хорошо. Далее, бетон. Его меньше и он, правда, и дешевле. Я имею ввиду, дешевле, чем цемент. И сложный в производстве. 600 тысяч за него получили. Ну, почти 700. Теперь, друзья, самое веселое. Учтите, я психанул и цемента могло быть намного больше. Но его у нас всего лишь 23 миллиона. Если бы я весь силос переделал цемент, его было бы около 150 миллионов. А то и больше. В общем-то, продаем. А вот в том виде, в котором оно у нас есть. Вот так вот. Даже вот так заехать, уже пофиг на этот трактор. И 20 миллионов почти. Блин, ну, могло быть и больше, если бы ценник был нормальный. На этом все с продажей. Сейчас, друзья, как и обещал, небольшой парадик. Потом продаем технику и поля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такой вот, друзья, парадик у нас получился. Не знаю, довольно много секса с ним получилось. Видимо, из-за того, что техники намного больше, чем в прошлый раз. С фоллоуми он вообще не захотел дружить с таким количеством. Ну ладно. В общем-то, нам осталось продать технику, продать поля и, кстати, да, продать животных. Давайте начнем, давайте начнем, наверное, с технику. Так что, в общем-то, погнали это все дело продавать. Так что, в общем-то, погнали это все дело продавать. Сколько мы заработали, сколько мы заработали, ну ладно. Теперь, друзья, продаем овец. У нас их 201 штука. Ну, кстати, заработали мы немножко на этом. То есть приплод у нас примерно 100% по овцам. Подтверждаем и 400 тысяч. Нормально. Свиньи не так быстро размножаются, их 183 штуки появилось. Хотя, овец мы, наверное, раньше взяли на один день, но все равно. Проделываем, в общем-то, ту же самую операцию. 300 тысяч за них получаем. Ту же самую операцию проводим с коровками. Коровки вообще медленно размножаются. Мы их брали 100 штук и их всего 115, сколько? 135 получилось, да? Да. 135 штук, в общем-то, их тоже продаем. И осталось лишь продать поля. Соответственно, у нас второе поле, пятое поле продаем. 13-е, 14-е продаем. И 31-е, 32-е, 33-е тоже продаем. Все, все остальное у нас не наше поля. Ну и, в общем-то, на балласе у нас 70 миллионов. Почти 71. И это, грубо говоря, ну, практически бесчителство. Это реально проданный урожай и проданные продукты какие-то. Так что вот так вот можно заработать. Техника, конечно, очень дешево ушла. 1.800.000 у нас по технике всего лишь вышел. Животных на 1.200.000 мы продали. Здание это, я так понимаю, керхеры и ферментаторы. Новые поля. Это вот мы полей на почти 5 миллионов продали. Ну и доходы от продажи урожая 76 миллионов. Вот так вот. Лепота. В общем-то, друзья, на этом мы будем прощаться с этой картой, с этой игрой. Ну и, друзья, сразу же добро пожаловать в 19-ю ферму на эту же самую карту. Выглядит она, в принципе, точно так же, как и в 17-й ферме. Производство сюда завезли еще далеко не все. Хотя вот точки телепортации уже все есть. Кстати, вот я не смотрел. Сахарный завод, например. Ага, он даже построен. Потом он исчезнет отсюда. Замечательно. Соответственно, что здесь есть пока что на данный момент? Биогаз, цементный завод, сельхозхимия, пилорама, столярка, столярка 2, пилорама 2. Столярка, я так понимаю, производство поддонов имеется в виду. Карьер, нефтяные скважины, НПЗ, ЖБИ, Агрокорм, Сепаратор, Компостмастер. Есть здесь вот такая вот довольно-таки удобная менюшка всех производств. Скоро она будет на русском языке, когда скрипт обновится. То, что если вы видели на стримах у разработчиков карты, он на русском, они сами себе перевели. Собственно, вроде как их перевод и будет в официальном переводе. Хотя он, наверное, даже есть на просторах интернета переведенный, но он у меня официально стоит. Соответственно, можно здесь вот так вот все клацать, смотреть, запускать производство или останавливать его, если не надо. Оно нам какой-то наполовину переведенный стал. Строительство, кстати, тоже ввели. Сельхозхимию, например, нужно будет строить. Брус, бетон, кирпич. Интересно, кстати, в этом меню есть. Нет, вот тут строительства нету. И там, в общем-то, немножко увеличили объемы всего этого дела. Очищенное зерно, биогаз и удобрения. Да, на сельхозхимии теперь еще нужно будет биогаз возить вместо обычного зерна. Очищенное зерно. Короче, карта трохи сложнее стала переименовать. О, кстати, можно переименовывать. Или это вот эти вот полосочки. Можно самому сюда что-то писать, походу, в скрипте. Также тут еще дополнительные настройки есть. Лог файл и резко тюков. Что-то больше деревьев типа сажать можно. Или я не знаю, что это такое на самом деле. Потом разберусь. Помощник по лошадям. Это вот то, что мод на автовыгул животных. Extended placeable. Это, так понимаю, placeable, а не where. Заменяет мод. То есть, размещать можно. Строить все, что хочешь, где хочешь. Без проблем. В общем-то, с этим еще предстоит разобраться, друзья. В общем-то, спасибо тем, кто смотрел нашу эту замечательную карьеру. Мне она на самом деле очень понравилась. Считаю, она была очень интересной. Вот. Сейчас я в ближайшее время соберу себе пакет модов на 19-ю ферму. У меня он крайне устарел. Я полгода практически в нее не играл. Много чего нового выходило. Много чего обновилось. Игра, в конце концов, сама обновилась. Обновилась не один раз уже с тех пор. Так что, в общем-то, надо это все дело пособирать. Ну и начнем мы по тихой грусти уже проходить карьеру и здесь. Не знаю пока еще даже на каком уровне сложности начинать. Потому что на старте вот 500 тысяч. Я даже не знаю на самом деле, какой участок можно купить за 500 тысяч. Вот за 380 тысяч можно поле купить себе самое маленькое. Взять даже по травку что-нибудь минимальное такое уже. Ну, в общем-то, не хватает. В общем-то, разбираться здесь еще предстоит много. Может быть, начнем на среднем уровне сложности, чтобы миллион двести там в начале было у нас. Переименовали тут этих хпшников точки продажи. Зачем там кривелевок на ур. В общем-то, как-то так. Разработчики сказали, что с новыми обновлениями не надо будет начинать новую игру. Я очень на это надеюсь, потому что те, кто начали в 2.1 играть и после апдейта на 2.2 версию, надо будет новую игру начинать, увы. Дальше обещаю, что этого не надо будет. И, в общем-то, можно тогда начинать карьерку на этой замечательной карте. Еще раз, друзья, всем спасибо за просмотр. Если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь, потому что впереди много всего интересного. Серия получилась довольно-таки упоротой, и я даже не могу ответить на вопрос, нахрена я все это делал. И, видимо, Харрис не такой уж и упоротый, но, в общем-то, ты понял меня. Я тоже умею заниматься ерундой. В любом случае, очень много времени заняло подготовиться к серии, ее записать. Все это муторно, однообразно получалось. И, в общем-то, влепите, пожалуйста, лосик. Мне приятно будет. Вам же не сложно, я знаю. Пишите свои комментарии по поводу нашего прохождения. Пишите комментарии по поводу того, что вы хотите увидеть в 19-й ферме. Я, друзья, на этом с вами прощаюсь. С вами был Никита Дилей. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok